Доминиканская республика На борту этого самолета в кресла пассажиров вмонтирована монитора, на которой транслируются фильмы, игры, карты маршрута полета, а также изображения с бортовой видеокамеры, показывающие проплывающие внизу пейзажи океана и другие. При подлете к островам Карибского бассейна, друг обратил мое внимание на неестественно правильную прямоугольную форму части дна Карибского моря, как будто кто-то разровнял его в этом месте. Спустя какое-то время после прилета, я решил более внимательно рассмотреть этот участок морского дна и окончательно убедился в его неестественном происхождении. Он напоминает последствия работы какого-то гигантского бульдозера, сгребшего такие огромные массы грунта, что из них получились острова Гренада, Доминика, Мартиника, Седвинсент и другие. Но тогда какого же размера был этот агрегат, если в вырытые им ямы может поместиться несколько островов размером с Гаити? Да и зачем понадобилось выравнивать дно моря? Если внимательно присмотреться, то в правой верхней части виден P-образный рисунок, как бы подобный остатком фундамента от какого-то гигантского строения. А в центре квадрата точечная выемка, как бы от засыпанного колодца или штольня. Но чем больше я изучал этот участок карты, тем больше вопросов возникало. Если здесь кто-то зачищал территорию, то зачем так много породы перелопатило? Ведь достаточно было просто сравнять все с землей, а дальше поработали бы домные отложения, как в других местах. Кроме того, берега Куэрта-Рика как будто выгрызли каким-то агрегатом. Это ты зачем? И ведь подобные следы я уже где-то раньше видел. И вот я вспомнил, что подобные следы оставляет роторный экскаватор при разработке карьеров с полезными ископаемыми. Сравните следы от ковша ротора на заднем плане со следами на карте. Но обычный роторный экскаватор может оставлять за собой стену высотой в несколько десятков метров. Даже если это такой монстр, как Баггер-288. Здесь же сотни и сотни метров. Да и ширина следа ковша такая, что у него поместится небольшой город. Возможно ли существование такой техники? Если задуматься над размерами НЛО, замеченных вблизи Солнца и Земли, то думаю, что возможно. На этих снимках гигантский НЛО заправляется от Солнца. Или просто летает около него. А на этом снимке, сделанном в инфракрасном диапазоне со спутником ГОЭС-8 17 июля 1992 года, запечатлено НЛО на Тихом океану к западу от Чили. Его диаметр около 240 миль или больше 300 км. А если учесть еще, что многие НЛО как раз в воде и обитают, то думаю, что техника для подводных работ гигантских размеров у них имеется. Более того, чтобы строить такие НЛО, необходимо очень много материала. И естественно, его нужно где-то добывать. Так почему не использовать нашу планету в качестве одного из рудников? Конечно, мысль была сумасшедшей. И нужно было ее логически обосновать. Первое, что из него вытекало, так это то, что делать карьеру могут лишь там, где есть полезные минералы. Второе. Острова группы Гренады являются отпалами горно-обогатительной переработки. И потому рудного сырья на них нет. Третье. Что при такой глубине добычи, до 6 км, непременно происходило пересечение с пластами нефти, которая часто встречается в этих местах. И значит, возникал вопрос с ее удалением, так как НЛО ее не использует. Четвертое. Становилось понятно образование плато Наска и Пальпа. Они тоже отвалы, созданные на мылной технологии. Пятое. Объяснялся способ засыпания слоем земли мексиканских пирамид. Вместе с городами, из-за чего люди их и покинули. Причем не так уж давно, меньше тысячелетия назад. Получается, что Америка была открыта после того, как здесь закончили работу пришельцы. И зачастили следы, устроив череду войн и просто резни на жертвенниках, чтобы по максимуму уничтожить культуру, память и письменность. Шестое. Причина засыпанности землей боснийских пирамид, крымских и других, тоже стала приобретать объяснение. При этом вполне возможно, что египетские пирамиды также были засыпаны, а фароны просто их расчистили. Седьмое. Стало приобретать объяснение истории с камнями Ики и артефактами Вальдемара Джон Сруда. Для проверки этих догадок мне пришлось на несколько недель засесть за интернет, чтобы собрать информацию по таким вопросам, как происхождение нефти, золота, редкоземерных металлов, формирование горных пород и ландшафтов на суше и на дне океанов и много чего еще. Эта информация привела к размышлениям и выводам, которые в семей сокращенном виде будут показаны дальше. Если вспомнить Захарий Сичина, то согласно его расшифровке шумерских табличек, Бог говорил, «Золото – это егру моё, медь и олова – человек». А если заглянуть в справочник по добыче природных ресурсов, то можно узнать, что Доминиканская республика в 80-х годах занимала пятое место в мире по добыче золота. Вот как примерно это происходит сейчас. А выгрызенные экскаватором берега Пуэрто-Рико говорят о том, что там еще не все добыто. Зарежи руд меди и никеля на острове действительно есть, только почему-то в небольших количествах и находятся они как раз со стороны древней карьеры. Наверное, пока плохо искали. Проверка в справочниках подтвердила отсутствие рудного сырья на островах Гренады, Доминики, Мартиники и других. То есть они являются древними отвалами. Поэтому главные природные ресурсы здесь представлены красивыми пляжами, сельскохозяйственными зельями и строительным сырьем. Правда, те, кому не лень думать и проверять данные, скажут, если это отвалы, то как на них могли возникнуть вулканы? Как, например, Диабло-Тен в Доминики. Или как Монт-Пеле на Мартинике, в результате извержения которого 8 мая 1902 года погибло все население города, состоявшее более чем из 30 тысяч человек. Или как вулкан Суфриер на Сель-Винсенте, взорвавшийся за один день до Монт-Пеле и унесший жизни 1565 человек. Да также, как десятки подобных вулканов, только намного меньших размеров, существуют на Донбассе. И других в людопывающих районах и называются телеконами. Где они не только дымят фумаронами, как Диабло-Тен, но иногда еще и извергаются, приводя к человеческим жертвам. Как это было перед 9 мая 1966 года на шахте имени Димитрова. Тогда, после временем дождей, произошел оползень. Телекона с последующим взрывом, типа извержения, уничтоживший рабочий поселок, в котором заживо сгорело много народа, но откопать удалось только 60 обгорячих тел. И это был не единственный случай извержения телеконов. Только высота телеконов обычно не превышает 150 метров. А здесь горы до 1500 метров, не считая 4-х или 5-километровых подводной части. Кстати, на планете встречаются телеконы и куда более древние, чем донецкие. Вот, к примеру, 1200 шоколадных холмов, расположенных на Филиппинах. Очень даже напоминает телеконы. Вот телекон, вот шоколадный холм. Вот телекон, вот шоколадный холм. И остров напротив пляжа Гренады тоже чем-то напоминает телекончик. Интересно, что лучшим способом борьбы с самовозгоранием телеконов оказалось разравнивание верхушки их конуса и ограничение их высоты 40 метрами. То есть в телеконах, как и в пирамидах, для активации энергетических процессов большое значение имеет форма. А это фото спекшейся породы демонстрирует, что температура в телеконах не меньше, чем в вулканах. И сравните цвет выгоревшей телекона с цветом вулкана. Вопрос, возникший с удалением нефти и газа, которых в этом районе немало, как и в соседнем, в Мексиканском, и которые нельзя просто сжечь. Потому что это вызвало бы экологическую катастрофу, как во время войны в Персидском заливе. Прекрасно подтвердился, когда я решил проверить, природные ресурсы, Теренедад и Табага. Помимо больших запасов нефти, там есть крупнейшее на планете асфальтовое озеро – Печлейка. Площадью 42 гектара и глубиной 80 метров, вмещающие по оценкам экспертов около 6 миллионов тонн асфальта. Сколько из озера не берут асфальт, меньше оно не становится, а все время пополняется. Асфальтовые озера из залежей битумных песков, которые вполне логично являются отходами добычи руды, есть также на восточном побережье соседней Венесуэлы. Не говоря уже о нефти. Об их древности можно судить хотя бы потому, что в одном из битумных озер США нашли остатки мамонта. Сколько народа сломало мозги, пытаясь понять, как и зачем были созданы географы Наска? А так ли они важны? Ведь более важный вопрос – как были созданы ровные поверхности? Это требует во много раз больших усилий. Лучшее предположение было озвучено Андреем Скляровым в фильме «Перу и Боливии до инков», где он объяснил это с сиревыми отложениями после Всемирного потопа. По дороге попадают какие-то ложки на этот поток. Сиревой практически этот поток останавливался. Вода в дальнейшем испарялась и образовывалась вот та самая пункта Наска, Бальба. Очень напоминает последствия сиревого потока, когда грязь, длина вместе с камнями вся эта перемешка стекает одной лавиной. Но вот лично меня тогда смутило то, что как-то выборочно прошлась волна Всемирного потопа. Совсем затронула территорию уже в каких-то 100 километров к югу от Наска. И также не обнаруживается никаких следов Всемирного потопа к северу от Наска. Теперь же я по-новому взглянул на происхождение плато Наска и Пальба. При этом Пальба даже интереснее, чем Наска, потому что при анализе карты обнаружится вот такая структура, которая очень похожа на то, что возникает на месте выливание взвесей песка и мелких фракций камней и по странному совпадению имеет латинское название пульпа. Думаю, что в грунтах плато Наска и Пальба металлических руд и тому подобного нет, потому что они являются отходами горнодобычи. Эта фотография показывает, что там же имеются большие объемы песка без камней. И как они там оказались? Да, наверное, вот так же. Так же сравните последствия работы земснаряда и холм с географом. По-моему, одно и то же. Конечно, следующие в этих вопросах люди скажут, что это бред. Нельзя поднять на трубе пульпу с пулыжниками на большую высоту. Они просто ее забьют. Да и давление будет громадным. Да, нашему технологию нельзя. Но это делал Виктор Шаубергер. В книге «Энергия воды» на странице 133 описано, как в 1933 году по заказу Альпин-Монтань Виктор Шаубергер разработал деревянную трубу для перемещения железной руды в водном потоке. При наклоне всего в 1% скорость перемещения руды была столь высока, что она вылетала одной сплошной серой массой. Почему это было возможно? Да потому, что он использовал технологию, основанную на энергии левитации, а не гравитации, как в НЛО. Я об этом упоминал в предыдущих фильмах. Пульпа с заряженной левитативной энергией сама потещет вверх, без насосов и давления, причем с огромной скоростью. И хотя это стоило в 10 раз дешевле, чем транспортировка по железной дороге, финансирование проекта было остановлено в связи с ухудшением общей экономической установки. О технологиях стало забытой. Здесь же работы велись на дне океана. Посмотрите на карту. Дно океана хоть и заретушировано, но все равно видно, что есть довольно ровные откосы. А сами берега очень крутые и аккуратненько вычищены внизу, даже с углублениями к склону. На дне почти нет скал и мутевых потоков. Весь мусор со дна перекинут на плато Наска и Пальпа, и другие. Но что нужно добывать на дне океана? Согласно геологоразведке, там очень много конкреций, содержащих полиметаллические руды и фосфаты. Их запасы, по некоторым данным, превышают 100 миллиардов тонн руды, что во много раз больше, чем в разведных месторождениях на суше. Эти рудные шарики образуются на разных глубинах из раствора солей. В результате вулканической деятельности и другой. Недавно японские ученые выяснили, что на дне Тихого океана в районе Гавайских островов содержатся конкреции с редкоземельными металлами примерно в тысячу раз больше того, что разведано на суше. А они являются основой для цифровой техники и вообще передовых технологий. И когда я внимательно посмотрел карту дна вблизи Гавайских островов, то понял, что там уже кто-то вовсю занят их добычей. Посмотрите на эти странные следы между островами. Какие естественные процессы могли их сформировать? И почему они прерываются трещиной с выходом лавы? А также, почему так круто обрывается стена в жёлоб, если он должен был быть заполнен лавой, как здесь? Ну и также, почему вот в этом месте все камни от скалы примерно на расстоянии 10 километров отброшены в эту сторону? Какой естественный процесс мог это сделать? Да и сам рельеф вот этого крутого склона напоминает то, что мы видели на берегу Карибского моря. Посмотрите на эти странные следы на дне океана. Здесь как будто чем-то разравнивали, а вот здесь высыплю груду камней. То есть даже видно, что эта груда камней упала именно на этот участок. И вообще, при внимательном рассмотрении дна Тихого океана невольно приходишь к мысли, что его поверхность напоминает грядки картофельного поля. Да и размежённо оно неслабо на тысячи километров. Сейчас его разделили между собой ведущие мировые державы и теперь придумают, чем всё это добывать. Некоторые проекты выглядят вот так. Но мне почему-то кажется, что тот, кто разравнивал дно океана для выращивания конкреции, присматривает за выражением и не даст их просто так забрать, если, конечно, эта работа сейчас не поручена землянам. Что же касательно происхождения географов, то, как мне кажется, с одной стороны они напоминают калибровку каких-то дистанционных приборов для обнаружения подземных залежей природных ископаемых, особенно, когда линии расходятся из одного центра. То есть летательный аппарат висел на месте и только направлял луч, подбирая параметры, которые, к примеру, при настройке металлодетектора называется отстройка от земли. При этом луч посылался под углом к поверхности, чтобы сканировать пустую породу, а не глубинные горные слои. А с другой стороны, похоже, здесь еще настраивалось оборудование для сбора камней в волки. Как это делается при раздельной уборке картофеля? Как пример современных возможностей намывных технологий покажу искусственные острова Арабских Эмиратов. Представьте, если такое могут люди, то что доступно тем, чьи космические корабли в сотни раз больше земных? После Платон, Пальпа и Наска я по-новому взглянул на образование песчаных пустын в Африке, Аравии, Австралии, Китае, Прикаспий и других. Они в основном все являются отвалами горнодобычи. Рассказы к ученым о том, что песок с моря надул малоубедительны. Как могло надуть эту гору песка, тем более, что берег обрывист? Разговоры о том, что он образовался при разрушении гранита, тоже неубедительны, потому что гранит разрушается в отресу и обломки, подобные по составу Тибетским горам. Или другим. А потом посмотрите, как сильно контрастируют по цвету скалы и песок. К тому же скалы часто выглядят такими молодыми и крепкими, что непонятно, как с них столько песка насыпалось. Некоторые места в пустыне Сахари и вовсе наводят мысль о телеконах, засыпанных песком. Просмотрю более подробно образование пустыни Тагламакан в Китае. Ее возникновение ученые объясняют о разрушении горных пород рекой Тарин. Но это не выдержит никакой критики, потому что пустыня образовалась в чаше из высоких гор. Эта местность зимой сильно промерзает и даже покрывается снегом. То есть если бы песок образовался медленно, то все взросло кустарником и лесом. Отсутствие растительности говорит о том, что песка пришло много и за короткое время при этом пришел песок с соленой водой. Скорее всего Каспийской или Аральской, судя по этому космическому снимку. Вода пришла отсюда. И посмотрите, как эти горы напоминают крутые подмытые берега глубокого озера. То есть можно предположить, что первоначально здесь был очень высокий уровень воды, которая потом прорвалась в район нынешней пустыни Гоби. Вода поступала со стороны пика Ленина. И посмотрите, как вырезана водой седловина между горами. Придыше вода не только затопила долину, но и убила соли и всерастительность. По подсчетам ученых, соли здесь десятки миллионов тонн. Эта местная соляная аномалия позволяет мумифицировать трупы естественным путем. При этом их сохранность лучше, чем у египетских. Посмотрите на эти фото. А заодно задумайтесь, кто здесь живет раньше, 4000 лет назад, судя по лицам, покрою одежды, медным топорам и домовина в смысле гробам. Также задумайтесь над названием пустыни Такламакан в периоде Своигурского покинутый кров. И почему китайские археологи обнаружили здесь около тысячи покинутых городов, причем некоторые имеют форму круглую, не свойственную местную архитектуру, а больше напоминающую аркаин. Такими же отвалами горнодобычи с однако списка моря является пустыня Каракон. Посмотрите, пески двигались с гор к морю. Это видно по ландшафту. И теперь они ползут по твердой материковой глине снова в Каспий. А образование глиняных токыров скорее всего связано с тем, что легкие глинистые фракции уносятся дальше гравия и песка. Похоже, Каспийское море это заброшенный карьер. Но что здесь можно было добывать? Возможно, золото. Как это делают сейчас. Ну и все те же конкреции. Как выяснилось, Прикаспийский район раньше был дном океана и на нем скопились вот такие огромные шарообразные конкреции. Только здесь их добычи сильно мешали газ и нефть. В Каракумах есть интересные объекты типа ворота в ад. В действительности это результат неудачного вырения газа. Скважина просто провалилась в полость, а выходящий газ пришлось поджечь. Вот и горит он лет 50. А этот колодец получился после выгорания газа. И сравнить его с мексиканским священным колодцем. По-моему, одно и то же. Похоже, и там кто-то неудачно бурил. А стоящая неподалеку пирамида возможно является чем-то вроде часовни, погибшим при аварии. Еще один наглядный пример это Австралия. Континент, в котором пустыня занимает большую часть территории. При этом все минеральное сырье добывается в прибрежной зоне. А в пустынях только предполагается наличие полезных ископаемых. Откуда вообще в Австралии столько песка? Из океана что ли нанесло? Тогда почему он сразу попал в центр континента? А если это остатки природного разрушения гор, то куда делись глины и рудные минералы? Такое же происхождение у песчаных пустынь Аравии сравните черные скалы и светлые пески. А это видно аравийские пески из космоса и вероятно потому здесь так много нефти, что ее сюда транспортировали вместе с песками. А на этих фотографиях африканские пески, под частью которых тоже немало нефти. Похоже, тем существам, что занимается добычей минеральных сырья на планете, водные стихии важнее суши, поэтому они расширяют водное пространство и засыпают континенты отходом своей деятельности. Ну и еще похоже, прорыв воды из Средиземного моря в черное был сделан искусственно, в результате чего произошло затопление части Крымского полуострова вместе с частью пирамид. А те, что оставались еще на суше, были засыпаны илом и гравием со дна моря. Вероятно, та же участь постигла пирамиды Боснии, ну и мексиканские пирамиды вместе с городами. А большая любовь майянцев к змеям, китайцев к драконам, частые упоминания о мире нагов, людей, змеев в индийской мифологии, да и в нашей, наводят на мысль, что эти существа рептилоиды, а не гуманоиды, и им близко водная стихия. То, что НЛО способно перемещаться не только в пространстве, но и во времени, думаю, для многих секретом не является. Это обычно проявляется в их внезапных появлении исчезновений. Но это наводит на мысль, что добычей полезных ископаемых они занимаются не только в одном времени, а как бы рассредоточившись по его профилю в разные эпохи, что в свою очередь позволяет объяснить появление человеческих следов и орудий труда рядом с динозаврами или еще в более древние времена. Например, отпечаток ботинка с раздавленным трилобитом, жившим за сотни миллионов лет до динозавров. И похоже, что англо-нафты брали с собой в те эпохи жители Мезоамерики либо в качестве рабочей силы, либо как прислугу, типа огороды выращивать из котпостей. Тогда легко объясняется, откуда на камнях ики, обнаруженный в захоронении Наска и Паракас, датируемые двумя-четырьмя тысячами лет назад, изображены не только динозавры, но и ракоскорпионы, вымершие за много лет раньше динозавров. Ну и коллекция статуэток Вальдемара Джинсруда находит объяснение. Письменностью эти люди не владели, но своими знаниями поделиться хотели. Вот и делали это, как могли, по возвращении из межвременных командировок. Думаете, фантастика? Прошлым летом мне в инете попались три схемы НЛО, составленные ясновидящими и контактерами для Американского Агентства Национальной Безопасности. По правде говоря, я не принял бы их в внимание, если бы не изображение этих тугоплавких кристаллов, подобных тревоги с Октави. Они предназначены для накопления темпоральной энергии, используемой при перемещении во времени. То есть, вот это НЛО способны перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Форма этого кристалла подобна 3D-фигуре энергопотоков времени и материи, получаемой из ячеек тканей мироздания. Полное построение трехмерных ячеек тканей мироздания вместе с ячейками пространства подобно фигуре антисимметрии. Только в кристалле НЛО оболочка из ячеек пространства снята. В таком виде она состоит из комбинации материальных энергий и лучей энергии времени. Их соединение создаёт структуру из энергии времени и материи, способной влиять на каналы времени. Здесь она более детально проработана. Чем в триакис октаве. В полном виде фигура времени выглядит таким ёжиком, формирующим связи с соседними узлами каналов времени. И примерно на это же указывают стрелки на схеме НЛО. Сто лет назад фантастикой были полеты в космос. Лет тридцать сорок назад такой же фантастикой были мобильники, айподы, планшеты и ноутбуки. Пройдут годы и перемещение во времени станет обычной реальностью. Вот такие размышления вышли из квадрата в Карибском море. Получается, что мы живём на руднике, который нам не принадлежит. Но иногда нам поручают его обслуживать, например, удалять из него газ и нефть, для чего нам внушают, что альтернативы этому топливу нет. И потому мы должны извлекать его по максимуму, чтобы греться, получать энергию, ездить, плавать и даже летать в космос. При этом сами внушающие получают энергию и передвигаются на других принципах. Ну и ещё забавный улыб о том, что бывшие техногенные пейзажи или устройства мы принимаем за что-то священное или непостижимое. пейзажи и бейзажи и м пейзажи Продолжение следует...